Всем добрый день! С вами снова Валентина и сегодня мы поговорим о гиацинтах. Итак, у нас заканчивается зима и наступает весна. Конечно, с приходом весны нас радуют цветы. В магазинах сейчас появляются продажи гиацинты. Сначала мы купили вот этот гиацинт. Он у нас зацвел. Так сказать, он был не махровый, синего цвета, но нас поразило то, что у него было две стрелочки. Видите, вот две. И после того, как он перецвел, мы решили купить еще один. Купили вот этот гиацинт. Видите, сиреневый. И оказалось, когда он подрос, в нем тоже оказалось две стрелочки. А какой он пышный, набитый весь. А пахнет-то как. Просто прелесть. Конечно, мы не удержались. Пошли купили еще несколько гиацинтов. И мы видим, что вот здесь уже тоже видно, что будут две стрелочки. Тут пока еще не ясно во всех остальных, сколько там будет стрелочек. Но, представляете, какая прелесть в этих гиацинтах. И, оказывается, это гиацинты-микс. Они могут быть семи цветов. У нас получился синий, это сиреневый. А потом мы стали уже присматриваться. Итак, вот они, ведерочки, в которых продавались контейнеры эти гиацинты. То есть, беленький контейнер, белая луковица, фиолетовый, фиолетовая, а розовый, розовая. Посмотрим, когда они зацветут, будут ли соответствовать это цветам или нет. Вот такие вот красивые гиацинты. Размножаются они луковицами, размножаются они также и семенами. Но, вы знаете, вот здесь я вижу, что семена, скорее всего, что не созреют. Уж больно так пробовала, что не будет семен. И я приготовила кисточку. Вот у меня цветущий гиацинт. Я хочу попробовать попылять немножечко его и посмотреть, а будут ли семена. Потому что, если высеять семена гиацинта, конечно, они зацветут не на следующий год, а через 4 или 6 лет. Но все-таки можно добиться цветения. Эти же гиацинты можно будет потом весной посадить. Не весной, а весной выкопать отсюда, высушить тщательно. Завернуть их в газету и хранить до сентября месяца. А в сентябре высадить их в грунт, потому что они будут свистеть и на улице. Из гиацинта делают гиацинтовое масло. Но очень дорогое. Поэтому в продаже встречается крайне редко и используется только в дорогих, очень даже дорогих духах. Но я хочу сказать, что он стоит у меня в комнате, где мы спим. Запах сильный. И я думала, а не будет ли влиять это на сон, а не будет ли головной боли. Оказалось, наоборот, ночь я провела очень хорошо. Спала хорошо, прочитала, а он действует успокаивающим средством. И вообще головную боль забирает. Так что гиацинты оказываются еще очень полезные. Гиацинтовое масло, а малость же кожу. Так что вот полезные. Ладно, если мы не купим гиацинтовое масло, потому что можно купить подделку или искусственно созданный запах гиацинта, то уж выращивать дома эти цветы весьма-весьма полезно для нашего же здоровья. Ну а когда зацветут гиацинты, мы покажем вам еще продолжение. Пошло 4 дня. Уже наступила весна, первые дни марта. Итак, показываем дальше наши гиацинты. Смотрите, за это время распустился белый. И именно из белого контейнера появился белый гиацинт. Как мы говорили, две стрелочки. Видите, как он только зацветает. Конечно, он не такой махровый, как этот сиреневый. Вы видите, сиреневый уже потихонечку начинает отцветать. И вторая стрелочка зацветла. Но продолжает пахнуть. Очень здорово. Этот пахнет, и белый тоже пахнет. Очень душистый. Другие же гиацинтики, видите, подрастают. Здесь уже видна стрелочка, но пока еще не видно. Не тут, не тут еще пока не видно. Одна или две будет стрелки. Но вот они за это время подросли. Вот в этом, видите, новенький отросточек. Он был виден, а через 4 дня увеличился больше. Этот, который перецвел у нас, синий гиацинт, обратите внимание, уже почти подсох. А вот листья пока еще стоят полностью зеленые. Тоже вот такой вот пока декоративный вид. Мы его не трогаем. И, как заметили, может быть, появился у нас тюльпан. Ну, как же, весна. Как же еще что-то не докупить. Знаете, такого тюльпана я, например, лично не видела ни разу. То есть, тюльпан один, видите, да? А цветков три. Вот три цветочка. Конечно же, мы не могли его не купить. Вот такая красота. Ну, а мы будем следить за нашими гиацинтами. И дальше вас будем продолжать знакомить, что же у нас зацветет вот в этих горшочках. Прошло еще три дня. И вот, посмотрите на наши гиацинты. Сиреневый уже почти перецвел. Только вторая стрелочка чуть-чуть. Белый тоже, вы видите, уже начинает отцветать. Но он еще красив. И вот зацвел у нас синий-голубой. Так, немножко с фиолетовым оттеночком. Тот, из которого из фиолетового стаканчика, из фиолетового контейнера. Вот он какой красивый. И вы знаете, я там просмотрелась. А есть, есть маленькая-маленькая стрелочка. И я думаю, что когда отцветет этот, то зацветет и маленькая стрелочка от него дальше. Не махровый такой, как был сиреневый. Но все равно красивый, правда ведь? И вот он розовый, из розового контейнера. Вы видите, только-только начинает распускаться слегка. И там внутри есть еще тоже маленькая стрелочка. Видно, что тоже будет не махровый. А тросточек еще больше поднесся. Ну, а теперь смотрим на наш тюльпан. Вот он, тройной тюльпан, тоже распустился. То есть на одном три цветка. Видите, как красиво получается. И я вам сейчас покажу, вот если продается тюльпан, обыкновенный для букетов, да. Вот он, один тюльпанчик растет на стрелочке. А здесь сразу три. Вот такая вот красота. Итак, мы вам показали тенденцию развития гиацинтов в течение недели. Март месяц, наступает праздник весны. Вот такая у нас вышла красота. На этом всем пока!